Всем привет! С вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами сыграем просто безумно крутую игрушку под названием OneGun. И мы с вами должны будем создать свою собственную Астикмена, которая будет с каждым раз стоиться мощнее, потому что мы будем месить, месить и месить целую кучу самых разных монстров. При этом зарабатывая баблишко, и за это баблишко как раз таки будем покупать себе всё более крутое, всё более мощное снаряжение. И всё это нам потребуется для того, чтобы уничтожить самых могущественных боссов. Поэтому, ребята, если игра вам понравится, не забудь поставить лайк и также подпишись, чтобы меня порадовать. А мы начинаем! Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то котик перестанет грустить. Но для того, чтобы нас ставить мощнее, у нас есть вот такая вот локация, это наша базовая главная локация. Здесь у нас есть наш дом, наша качалочка, наш магазин и сам по себе портал, в который мы ходим, как раз таки, чтобы уничтожать монстрил. Но нас больше всего интересует конкретно магазин, потому что мы в него зайдём и сможем увидеть, что здесь различные всячески интересные шмоточки есть. И их можно здесь приобрести, чтобы стать в разы сильнее. Но, правда, я уже немножечко себе тут выбил, кое-что прикупил, поэтому заходим домой и смотрим, что у нас здесь есть любопытного. Ну, мой базовый пистолет, водяной пистолетик вот этот, он, понятное дело, не особо-то интересен нам. Мы лучше возьмём вот эту вот пушку, себе её экипируем и посмотрим, на что же она способна. Плюс различные аксессуары здесь также будут падать. Они тоже дают свои определённые бонусы, что нас тоже будет радовать и делать сильнее, конечно же. Поэтому давайте самые разные штучки всякие экипируем и посмотрим, насколько же я стал жёстче. До этого я стрелял с водяного пистолета, особо даже не знаю, насколько он был мощен. Здесь уже 25 единиц урона, то есть у него 166 урона в секунду, а у нашего пистолета было 103 единственного урона в секунду. Плюс ещё мы с вами можем улучшить эту пушку, сделать её в разы круче, но это я сделаю попозже. Поэтому давайте-ка сходим мы как раз на саму локацию, в подземелье как раз-таки. Здесь можно выбрать конкретно место, в которое бы я хотел пойти, но я просто нажму битву, чтобы у нас шло это более-менее поэтапно. Так, у меня 20 патронов есть. Ну-ка, где монстры? Выходите, давайте, ребята, сейчас будем сражаться. Вот они, первые зомбари и... Ну, скажем, что уже вижу, что в разы пушка-то сильнее. Слушайте, тема классная. Так, пока что я доволен, что мы её сами приобрели. И теперь я буду, наверное, парочку уровней ещё с ней сражаться, потому что мне нужно будет добить 15 уровень нашего героя. После этого я смогу приобрести оружие ещё более высокого класса. Но, в принципе, это не так сложно, если мы сами будем довольно быстро перепрыгивать через волны. То есть, например, есть возможность прибавить одну волну, есть возможность прибавить сразу 5 волн. За это придётся заплатить, но если мы дальше проходим, то значит у нас там больше будет всяческих интересностей. Чем дальше пройдём, тем больше монстров, тем больше экспресс можем заработать, и тем лучше дроп для нас будет. Поэтому надо будет вот так вот быстренько нам перепрыгивать с головы на голову. Кстати, у этой игрушки ещё вроде как есть продолжение. Если вам данная игра зайдёт, будет много лайков, например, давайте 3000 наберём, то я могу снять ещё продолжение и показать вам, как выглядит другая часть этой игры, которая вроде как более допиленная, но я в неё ещё не играл, поэтому можно будет потом посмотреть. Эта игрушка, на самом деле, сама по себе довольно старая, но, блин, какая же она классная, поэтому решил в неё поиграть, и реклама дата. И решил тут вернуться в базовую локацию, чтобы ещё немножко нашего героя проапгрейдить, добавить ему в качалке бонус фигуры, бонус урона, и после этого мы пойдём, знаете куда? Мы пойдём вот сюда, в магазин, для того, чтобы здесь нажать на кнопочку босса, и посмотреть, с кем же здесь можно будет сразиться. Например, вот если мы будем сражаться с милым боссом, то с него есть шансы выпадения вот таких вот оружий, и я буду очень доволен, если что-нибудь из них выпадет. Поэтому давайте посмотрим, что из себя представляет местный босс, насколько здесь всё будет жёстко. И здесь уже монстры какого-то нового формата на меня наступают, таких я ещё не видел, поэтому, возможно, меня тут могут даже и развалить, кто его знает. Но я буду надеяться, что наше оружие всё же затащит, и мы не отъедем, хотя шансы у меня довольно высокие. Я смотрю, ууууу, здесь капец как много всех ребят, которые меня просто за секунды могут размолоть. Так, нужно становиться жёстче, я это понял. Хорошо, давайте вернёмся домой. Зайдём в магазин, так, и также сделаем... Нет, не в магазин, нам нужно будет домой зайти, вот сюда, да, конкретно домой, и улучшить наше орудие. Сделать её немножко посильнее. Давайте пару уровней я в него накидаю. У меня деньги, благо, есть. Также камушки для прокачки тоже есть. Например, пять уровней. Я думаю, что более чем достаточно. Теперь 35 урона у нас, значит, 233 урона в секунду мы будем наносить. Также у меня есть другие приколюхи. Например, вот эта косточка. Можно тоже лучше получить определённые бонусы, но мне кажется, что это сейчас нам не надо. Нам ещё также нужно прокачать пьерки. Здесь есть возможность прокачать здоровье себе, поэтому несколько пунктов сюда вкидываем. И вкинем ещё в защиту, например. Буду я гораздо прочнее, мне будет немножечко поспокойнее. Так что будем это прокачивать. А здесь у нас, судя по всему, активные способности будут, но наверняка они откроются немножечко попозже. Так, и погнали снова с боссом сразимся. Возможно, теперь у меня будет высшая шанса его победить. Так что давайте-ка зайдём. И давай, выходите, монстры! Я вас всех уничтожу, возможно, или не уничтожу, не знаю. Посмотрим уже на деле. И главное сейчас избавляться вообще от всех подряд. От этих больших чуваков, конечно, тоже желательно побыстрее было бы избавляться. Но, блин, как же сложно. Патронов-то не хватает. Было бы у меня пару десятков этих патронов. Тогда уже другой разговор. Но я тут прям в стенке уже прижался. Надеюсь, что я смогу дострелять на всех до конца. Ещё и уровень успел получить. Нифига себе. Слушайте, у меня может даже... А, это и есть босс ядрить, коротить. Бонстар! Нет, не бей меня! Так, отлично. Давай, 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 накидывай ему, накидывай, накидывай, накидывай. Немного осталось. Давай, хэдшотами, хэдшотами, хэдшотами. Ещё один выстрел! Да ладно, 100 хп осталось. А, как мне воскреснуть? Я хочу вот завалить, а то это как-то супер обидно. Так, вот есть кнопка воскресить. Ну, допустим. Ну да, чтобы воскреснуть, рекламку надо было посмотреть. И зато я выбил себе новую шумоточку. Это хорошо. Это того стоило. Тем временем, кстати, я ещё 14 уровень. А если мы откроем элитный сундук, то что будет? Тоже реклама вылетит или нет? А, ну тут либо заплати, либо смотри 15 реклам. Чё-то не очень хочется мне так делать. Я уже думаю, что для этого надо будет вещи какие-то более интересные открыть. Так, конкретно меня интересует новая шмоточка, которую мы с вами выбили. Это вот этот вот шлемак. И чё он даёт у нас защиту? Плюс 8. Ну, хорошо. На мне он... Оу, на мне он тоже экипирован. Поэтому я стал выглядеть довольно-таки устрашающе. Так, а дальше у нас кто? А, я ещё первого босса не завалил. Но с первым боссом, наверное, у меня проблем особых не будет. Это всё же самый первый босс. И здесь враги не должны быть сильными какие-то. О, слушайте, спиннер выпал, который как раз-таки, по-моему, 7 тысяч стоит в магазине. Так что я 7 тысяч, можно сказать, сэкономил. Вполне себе неплохая тема, да? Так, и чё, давайте мне уже босса. Хочу сразиться с Босяндром. Хотя он будет не особо здесь мощный, я более чем уверен. Так, а вот этот огромный какой-то призрак монеточный. Или кто он вообще такой? Но я выбил шмотку не особо интересную с него. Я надеялся что-то более любопытное. Выпало обычное колечко, которое особых, по-моему, бонусов никаких не даёт. А вот спиннер меня интересует, да. Так, вот мы его взяли. Он даёт бонус к патронам плюс 1. На 1 патрон больше, что ли? Да моя косточка гораздо лучше. Так что я не особо заинтересован в этой теме. Так, материал для апгрейда шахты. Слушайте, а у меня есть... Вот что это такое. Так, ну давайте зайдём сюда. Да, да, можно улучшить. Давайте улучшим. Отличненько. Шахта второго уровня стала. У нас тут котики работают, поэтому они потихонечку должны приносить мне бабло. Это просто супер-мега-замурчательно. Так, и давайте посмотрим, что у нас здесь есть ещё по локациям. Есть возможность открыть точность. Судя по всему, если я пройду эти локации, то открою себе что-то любопытное. Ну здесь на нас пауканы нападают. Так, ну допустим. Пока что вроде не сложно. Они умирают всё же довольно активно. Так что если не попадаться на врагов, то думаю, что я даже заточу здесь. Возможно, они, конечно, ваншотнут меня как вариант. Но я вроде проходил до этого босса 125 уровня сложности. Поэтому я думаю, что с этим у меня не должны быть такие жёсткие проблемы. Так, всё, боссы развалили. Где мой ништячок? Он просто сам по себе откроется или его где-то подобрать должен буду. Так, возвращаемся к тобой. У нас появилась точность. Да, это новый перк, который я могу себе качнуть. Но мне он особо не нужен. Точность меня не особо интересует. А вот что дальше есть? Плюс монеты. Плюс монеты тоже интересно. Так, так что нафармим сейчас монеточек. Так, где-то, 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 где-то. Кто-нибудь выходите. Так, ну единственное, что здесь уже сотый уровень сложности. Поэтому возможно... Ну, сотая волна. А, поэтому сложность может сказать у нас сотая. Так что здесь могут какие-то проблемы у меня возникнуть. Но я буду надеяться, что я выстаю. Так, тихо, тихо, тихо. Главное перепрыгивать врагов. Единственное, вот этих гигантов хрен перепрыгнешь. С ними могут возникать у нас проблемы. Но ладно. Так, откуда выйдет? А вот отсюда выйдет. Отлично. Так, два косаря хп. Надо стрелять ему в голову стараться. Так, и он очень медленный. Поэтому я, наверное, успею перепрыгнуть через него. И давайте дальше дофигачим. Осталось опять у него отобразить. Просто пару пикселей хп. Отлично. Плюс 15 уровень я получил. Значит, теперь сможем купить себе новое оружие. Так, домой возвращаемся. Плюс монеты. Хорошо. Так, а сколько больше монет? Плюс 2%. Ну, я качну, пожалуй. Чё бы и нет. Хорошая тема. Так, возвращаемся сюда. Заходим в наш этот магазин. Так, не магазин. Да, магазин. Вот этот вот. Это я домой зашёл. Так, и калаш, наверное, купим. Да? Давайте-ка куплю. Ну, он, правда, слабый. Эй. Хотя у него урон 107 секунды. Ну, ладно. Давайте перебрить его. Может быть, на будущее. Как бы он лучше сработает. Так, может быть, что-то продать мне тогда? Давайте продам вот это вот всё. Все вот эти вещи. Они не особо мне сейчас нужны. Спиннеры, кстати, будут дорого. 50 монет всего будет стоить. Чего такой дешёвый-то? Так, ну ладно. Вот так вот делаем. Это я если продам, то сколько это будет стоить? 1400. Ну, не знаю. Так, давайте вот это лучше сделаю. Проапгрейдим калаш. Калаш всё же должен быть намного интереснее сам по себе. Так, 900 монет нужно, чтобы его докачать до четвёртого. Ну, я продам тогда нашу прошлую пушку. Зачем мне сейчас её коллекционировать? Вроде-то не имеет никакого смысла. Иначе зачем сделали кнопку «Продать»? Так, и сколько у меня урона? 247 урона в секунду. Так, при этом ещё продадим ништячки, которые я подобрал. Они тоже не особо сейчас мне нужны. Так, и делаем последнюю прокачку. Вроде нет, хотя нет, всё равно не хватило. Ну и ладно. Сейчас пойдём тогда на новую битву. Так, с кем же в этот раз пойдём? Вот это что такое? Дэмэдж плюс один. Допустим, это просто бонус, который мне дастся? Ну, я буду не против. Тэкс. Ну, у калаша патронов как минимум больше. Он гораздо более скорострельный. И, значит, это даст эффективность как раз-таки в бою. За счёт того, что у нас больше патронов. Значит, я смогу большее количество врагов отстрелять. И, наконец-то, мне выпал котик, которого всё хотел получить. Потому что это питомец, который будет мне то ли деньги собирать, то ли просто в целом помогать. Да и в любом случае иметь при себе котика, это всегда хорошо. Так, оп, зачистили локацию. Победы у нас есть. И дайте мне экипировать котика. Хочу ходить вместе с котиком. Сегодня, кстати говоря, пускай кодовое слово будет котик. Так что пиши котик, получишь меня лайк. Так, заходим мы к себе домой снова. Берём котика, экипируем. Чё он даёт? Золото плюс 5%. Ну, плюс 6%, можно сказать. Хорошо. Так, тем временем давайте ещё заглянем вот сюда. Здесь хп плюс 5. Ну-ка, котик, ты будешь подбирать золотишко? Если он будет подбирать золотишко, это будет лучший котик просто на свете. Ну-ка, подбери золото. Отлично! Просто вот это самый лучший бонус, который есть. Он ещё увеличивает количество денег, и при этом сам деньги собирает. Вот это просто 10 из 10. Это то, что мне было нужно. Чтобы за меня кто-то собирал баблишко, которое я всё время выпускаю, так как не успеваю пробежать по всей карте. Вот так вот. Собрали ещё деньжат, и всё у нас. Всё прекрасно. Ну и, ребята, говорю, если игра понравилась, захочется увидеть по ней продолжение, то поддержите лайками. Чем больше лайков, тем больше дальнейших серий выйдет. Возможно, мы с вами даже пройдём игрушку полностью. И если будет, например, 3000 лайков, то могу завтра снять вторую часть этой игры, которая немножко отличается. Поэтому, если будет интересно, лайк ставь. У нас с тобой был Кристалл. Не забудь подписаться, конечно, чтобы не пропускать самые разные ролики по самым разным играм. И лайки не забывай также. Это очень важно, поэтому я всегда прошу, поэтому всегда я напоминаю. Я знаю, что я вас задал бы тем, что постоянно это прошу, но так надо, ребята. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь. Всё, удачи. Всего хорошего. Не скучайте, не болейте. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok